друзья всем привет сейчас будем смотреть автомобиль подписчику человек сам не с минска попросил посмотреть nissan qashqai 2007 года двухлитровый бензин на полном приводе ребят по низу цены то есть 6 600 если но в доллары брать получается цена данного автомобиля 6600 долларов посмотрел я по объявлениям сколько данные машины идут вообще от сколька до сколька и был даже удивлен верх цены за 2007 год это 10000 долларов то есть 6 600 ту машину которую мы сейчас поедем смотреть это самый низ цены который может быть у нас белоруссии понятно что ну не хочу загадывать но скорее всего какие-то нюансы там неисправности по машине будут присутствовать потому что сами понимаете это не сцены в общем ребят не забываем поставить под этим видео лайк если вы не подписаны самое время подписаться на канал и также нажать колокольчик чтобы оповещение о новых видео приходили вам вовремя друзья подписчик меня просил показать вот этот вот nissan qashqai 2007 года он 234 тысячи указан пробег 2 литра на автоматической коробке передач полный привод 13600 белорусских рублей за него просят можно вид на оригинальных литых дисках резина средняя ну даже я бы сказал уже такая подуставшая на самом деле кожаный салон ну потом я думаю мы салон попросим нам откроют покажут его давайте сначала пойди обойдем его по оптике оптика без видимых повреждений ну понятно ребят какие-то сколы присутствуют но в целом понятное дело ребят есть какие-то нюансы сколы но все-таки автомобиль уже достаточно ну не сказать преклонного возраста но так он 2007 года то есть автомобилю порядка 12 лет понятно что какие-то болячки нюансы по нему есть также мне сказали что дадут всю информацию по нему которую они там при оценке делали осмотр и осмотр делали данного автомобиля и какие-то болячки нюансы выявлены они мне все скажут но скорее всего с фотографирую в конце видео ставлю скриншот вот можно видеть трещина на заднем фонаре давайте посмотрим его по краске есть у нас прибор прибор у нас ребят китайский что ты конечно серьезная там двойной окрас может быть будет иногда тяжеловато увидеть но тем не менее если гараж поклевки то это мы увидим 14 17 17 ну еще погрешность ребята то что машина грязная где-то на ней может уже лед будет поэтому ну в любом случае как я уже сказал вот крыло крыло похоже на двойной окрас 32 то есть было 12 17 здесь уже не бьется здесь бьется вот в этом месте да вот здесь не бьется прибор максимально бьет до двух миллиметров 18 ну здесь опять скорее всего родная окраска ну кстати крыша вроде бы красилась ну в общем ребят с той стороны сами все видели по крылу непонятно может быть какой-то слой шпаклевки где-то красились элементы но это и понятно пока визуально но по кузову вроде бы более-менее но на сто процентов конечно сказать нельзя аккумулятор ребят смотрите нюансы дверь провисшая но это практически не сцены сиденья водительская здесь порвано хром на ручках открывание дверей немножко обрез ну по нюансам ребят по сидению понятное дело автомобиля 12 лет то есть по кулисе можно посмотреть насколько она стертая руль ну руль кстати не сильно затертый может быть в чехле был в оплетке педали тоже не сильно затертые аккумулятор сел сейчас принесет человек бустер не у нас сигналка сработала двери я здесь нормально дверь так салон задний диван нормальном состоянии ребят полную диагностику результаты диагностики которую делал сам официальный дилер рено они мне уже дали как я уже сказал будет в конце видео я сделаю скриншотик но в целом салон более-менее за вычетом переднего сиденья из нюансов просевшая ну здесь тоже немножко не хотя здесь нормально водительская дверь немножко просевшая так в целом сейчас принесут бустер попробуем запустить двигатель подсоединили бустер час запустим это дело по крайней мере попробуем подсоединили бустер а давно стоит так и сейчас порой месяц не ну понятно По двигателю, ребят, вроде бы первое впечатление Вроде рабочий Не дымит отсюда ничего Тоже так на 100% и не скажешь Работает, может быть, не очень ровно Ну, свечи, провода менять Два литра бензина, ребят Ну, здесь особо ничего не посмотришь Понятно, идет пар Пар идет, потому что холодно очень Ну, немножко прогреется, обороты сбросит Сейчас уже поровнее стал работать Ну, стоит машина уже второй месяц Ее не заводили, насколько я знаю Ну, долгое время Поэтому аккумулятор немножко подсаженный Ну, вот он уже потише, поровнее стал работать Что можно сказать Потеков масла каких-то я не вижу Под ним Лужи под ним тоже нету Ну, то есть, безусловно, это плюс Подогрев передних сидений, задних тогда нету Подогрев не будет, да Ну что, в принципе, все, мы можем ехать Да, едем Включим ближний свет Ну, я посмотрел, это, кстати, низ цены То есть, по рынку, по объявлениям Это начало рынка, поэтому Ну, здесь же, как я говорю, мы готовы там аргументировать все ценой Третий руль не выставлен А ты мне скажи, торг еще уместен какой-то? Конечно, с реальным покупателем мы готовы обсуждать что-то Мы вполне адекватно подходим к этому Предоставляем все нюансы, которые есть Ну, и адекватно готовы говорить по поводу торга Естественно, торг в разумных пределах Не, ну, понятно Когда люди называют половину стоимости Там, конечно, естественно, это неправильный подход Сразу вот, видите, руль неровно выставлен Чувствуем, ну, надо будет делать развал То есть, подвесочка гуляет, там чувствуется по управлению Там, кстати, есть много замечаний по подвеске Естественно, придется вложиться Ну, понятно, всегда, когда машину берешь Понизут цены Да, надо быть готовым к тому, что придется Немножко позаниматься ей Но это не приговор, потому что, как я уже вам говорил Что лучше взять по низу рынка Немножко уложиться, машину сделать под себя И знать, что она, в принципе, в отличном состоянии Согласен, что где-то ее зафуклили Да, да, и вы не будете знать, что там А ценник сегодня владельцы Кто продает от себя, выставляет достаточно такой жесткий И не особо все идут навстречу по поводу торга Поэтому у нас в этом плане очень хороший подход Мы предлагаем цену ниже Аргументируя тем, что есть нюансы Но мы готовы как бы истить навстречу и в дальнейшем С клиентом Ну, по коробке вроде как не пинается Ничего нормального По коробке, да, посторонний немножко звук от двигателя Но это вот можно где-то или проигрело Там попадает салон Какой-то повышенный оборот Термоза не бьют все хорошо Даже несмотря на то, что она постояла там Месяц Ну, я думаю, если бы клей мы сняли на аккумуляторе То она бы и сама завела Здесь аккумулятор еще живой, да Он еще походит Ну, здесь видите, богатая комплектация Бесключевой доступ Это все немножко берет на себя нагрузку на аккумулятор Ну, да Кстати, прошу заметить Тихосмотр был пройден в этом году клиентом То есть, в принципе, машина Все так сказать Была в боевом состоянии Основные все моменты Отвечающие там за безопасность Ходовая тормоза Вот Там, может, и не все так страшно на самом деле Как там это обрисовали Просто наш сервис Наша диагностика Подходит к автомобилю С точки зрения, как будто автомобиль новый И все узлы и агрегаты Должны отвечать состоянию новых Ну, конечно Автомобилю уже порядка 12 лет Поэтому тут Понятное дело, что человек перед продажей Судя по всему Его там подвеску не делал Ничего не делал Какие с приглашения, да Зачем, если можно, в принципе, автомобиль сдать И приобрести новый А уже дальнейшие все манипуляции Будет проводить будущий владелец обслуживания Компрессор Сейчас, конечно, по обдулу воздуха будет сложно понять Ну да, сейчас на улице холодно, поэтому Да Кондиционер у нас тоже проверяется на сервисе во время диагностики Есть какие-то замечания по утечкам, значит, по компрессору, по давлению Все это Я смотрел, там, где она стояла, как говорится, под ней лужи нету Да, это уже, в принципе, двигатель сухой Ничего не убежало А в принципе, фары, она поддула Навигация какая-то работает или не загружена? Ну, это навигация, Витя, не для нашего региона Да, она предусмотрена в этой комплектации Ну, 2007 год, понятно, экран тут такой Да, примитивный Да, да, да Ну, в принципе, можно использовать Возвлекательную систему Тоже радио, CD, все это есть, да Какой-то бортовой компьютер тоже здесь достаточно информативный В нем можно разобраться, полазить Есть очень много информации Фуэл экономию, расход топлива Можно забивать сюда периодичность ТО Когда что меняется Очень полезная система Вот это Ниссан Так, это 9,4 средний расход топлива, да? Ну, это, если верить этому показателю Да, это вот то, что было у владельца, скажем В принципе, для этого мотора, для города Это вполне реально адекватный расход Ребят, вот, собственно, и посмотрел автомобиль Что можно сказать? Надо разбираться дальше, смотреть В принципе, вариант По низу цены, на мой взгляд, по кузову Есть, конечно, крашеные элементы Ну, скорее всего, были, может быть, какие-то ДТП Ничего там сверх страшного я не увидел Что касается по мотору Горит ошибка двигателя Есть такие моменты, конечно Большое, ну, небольшое Но есть целый перечень неисправностей Собственно, как вы уже поняли Этот автомобиль находился на площадке От официального дилера Рено Площадка реализует автомобили БУ От официального дилера Рено в Минске И вот мне дали Вот такой вот документ Это когда принимали эту машину Они в три дын Когда человек сдавал Они Делали полную диагностику Досконально И полностью все неисправности Выписаны здесь Вот я скриншот прикреплю Вот прямо сейчас вы его сможете увидеть Что касается по покупке Учитывать, что это низ цены И Автомобили эти начинаются где-то от 6600 Это низ И заканчиваются аж Десятью тысячами долларов То В принципе, средняя цена За такой автомобиль Это наверное тысяч 8-8500 8-800 Вот Как-то так получается Средняя цена По Республике Беларусь На данный автомобиль Поэтому Если бы я искал Для себя автомобиль То как вариант Можно рассматривать Если учитывать Что это низ цены И понятное дело Какие-то деньги Какие-то финансы Да не какие-то А точно придется туда влаживать Что-то делать Просела там Дверь можно было видеть Водительская Ну это из таких Относительно мелочей Ну надо там разбираться Или ремонтировать Эти петли Или менять Также Есть вопросы Ну не знаю Как по двигателю Двигатель в принципе Не дымит Все вроде работает Более-менее адекватно Единственное Ремень Есть какие-то звуки Там где Ремень ГРМ Какие-то посторонние звуки То есть тоже с этим Надо разбираться То есть Ну если рассматривать Данный автомобиль То дополнительно Надо его загнать На СТО И продиагностировать Досконально Двигатель Что касается Коробки По коробке Мы проехали В принципе Никаких Пинков Рывков Ничего нету Вроде переключают Как плавно Все в этом плане Нормально В принципе Ребят На этом все Не забываем Поставить под этим Видео лайк Если вы не подписаны А я знаю Большое количество людей Смотрит мой канал На постоянной основе Которые не подписаны На него Вот огромная просьба Ребята От меня Возьмите и нажмите Уже эту кнопку Подписаться И не забываем Про колокольчик Всем удачи на дорогах Всем пока